Продолжение следует... Посла государства Израиль в Украине. Его превосходительство, чрезвычайного и полномочного посла Михаила Бродского. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в Украине. Да, мы вас в качестве посла в Украине первый раз приветствуем. Подождите, подождите. По-моему, он уже был у нас. Он был как посол Казахстана, в Казахстане, а сейчас как посол в Украине первый раз. Итак, вы, судя по всему, войдете в историю дипломатических отношений как посол Израиля в воюющей стране. Так как Цвимаген вошел в историю как первый посол Израиля в Украине, который, собственно, создавал и открывал это посольство, а вы посол в воюющей стране. Ну и поэтому первый вопрос к вам, конечно. Как работают дипломаты при фронтовом Киеве? Я, конечно, при фронтовом беру немножко в кавычки, но, тем не менее, обстрелы никто не отменял. Как работает дипломатическое представительство? Ну, во-первых, Киев был буквально, в смысле, при фронтовом городом в начале войны, еще в марте. Сейчас, конечно, речь не идет о возможности захвата Киева, но обстрелы продолжаются. Я сейчас нахожусь в Киеве, и каждую ночь мы спускаемся в бомбоубежище, иногда по нескольку раз, и ждем, когда будет отбой тревоги. Работается непросто, и на самом деле формат работы сильно поменялся, потому что это не очень напоминает обычную работу посла и обычную работу дипломата. Во время войны акценты смещаются, и приходится заниматься совсем другими вещами. В общем, это зависит от ситуации. Я помню, что в начале войны самое главное внимание мы уделяли эвакуации израильтян. Первые, наверное, три недели после начала войны было колоссальное давление со стороны израильтян, которые находились в Украине. Это были тысячи израильтян, которые хотели спастись, уехать, в том числе из таких мест, которые находились под обстрелами. Из Харькова, из Суммы, из Чернигово, из Мариуполя. Из всех вот этих мест обращались люди и просили спасти их. Мы, к сожалению, не могли добраться во все эти места. И уже после мы организовали вместе с еврейской общиной возможность выезда и автобусы, эвакуацию. Но в самые первые дни войны мы помогали тем, кто сумел добраться на запад Украины, в основном во Львов. Мы организовали автобусы, которые вывозили израильтян из Львова, перевозили их через границу. Там мы на границе дежурили, выдавали им документы, потому что у многих израильтян не было документов. Либо они были утеряны, либо они срок действия истек. Были дети, которые не были записаны, без регистрации, без документов они не могли выехать. Мы занимались этим всем постоянно. Наши представители, консул находился на приграничных пунктах 24 часа в сутки, первые несколько недель. Причем это не только границы с Польшей, это границы с другими странами, например, Румыния, Молдова, Словакия, Венгрия. Все те страны, с которыми Украина граничит на западе, через все контрольно-пропускные пункты выезжали израильтяне. И я помню, что это был очень сложный период во всех смыслах психологически, физически. Потому что люди звонили, ну буквально каждый день несколько сот телефонных звонков, включая людей, которые звонили в момент обстрела из Чернигова или из Харькова, говорили, спасите нас, что нам делать. Было все непросто. Потом и в этом смысле ситуация поменялась, потому что израильтяне выехали, в том числе и с нашей помощью. И те, кто остались, уже остались либо добровольно, либо по каким-то причинам не могли выехать. Понятно, что люди с войны гражданством не все могли выехать. Это мужчины, прежде всего, которым был выезд запрещен. И мы переключились на другие вопросы. И до сих пор мы занимаемся этим вопросом. Это, прежде всего, помощь Украине. И, прежде всего, гуманитарная помощь. Об этом мы с вами отдельно и поговорим по поводу помощи. Ну вот, собственно, до сих пор, наверное, 90% моего времени и времени других работников посольства занимает оказание помощи Украине в самых разных сферах, самые разные гуманитарные проекты, которые мы продвигаем. Но в основном это гуманитарная помощь Украине, которая находится в трагической ситуации. Жители находятся в трагической ситуации. Украине сегодня нужно все, буквально начиная от пресной воды и продовольствия, и включая медикаменты, включая оборудование медицинское, включая реабилитацию, психологическая помощь, и помощь раненым, и мобильные госпиталя и так далее. И другая тема, которая связана с первой темой, но все-таки более долгосрочная, это все, что касается восстановления Украины послевоенного. И оно, собственно, начинается уже сейчас. И на Израиле... Михаил, извините, я вас остановлю, потому что вы просто сняли у нас вопросы. Мы хотели отдельно вот именно поговорить о тех направлениях помощи, которую Израиль оказывает. Но вначале вы хотели, поскольку я смотрел очень много ваших интервью, и, естественно, посол, к нему и обращаются. Отношения Израиля и Украина. Вы знаете, очень многие говорили, хорошо помогают, мало помогают. На стороне Украины вы не на стороне Украины. Но я опять же смотрел интервью и сообщения. Израиль поддержал мирный план президента Зеленского и проголосовал за резолюцию, призывающую Россию остановить боевые действия, вывести свои войска из Украины. То есть Израиль как бы на стороне Украины, но, с другой стороны, с санкциям против России Израиль не присоединяется. И вот сегодня какая ситуация, вот эти точно были где-то даже нападки, что вот Израиль не совсем делает то, что нужно. Вот ваше сформировавшееся, я думаю, уже мнение, потому что вас этот вопрос часто спрашивают. Вот что вы на это поводу можете ответить? Ну, прежде всего, Израиль однозначно на стороне Украины с первого дня войны. И вы помните, по-моему, на второй или на третий день была принята резолюция ООН, которая осуждает российскую агрессию. И Израиль не только присоединился и проголосовал за резолюцию, а стал соавтором этой резолюции. Были и другие решения, и каждый раз Израиль поддерживал Украину. И то, что вы правильно сказали, мирный план Зеленского, Израиль также поддержал. По просьбе украинской стороны мы поддержали, проголосовали за этот план в Организации Объединенных Наций. Но, с другой стороны, действительно была критика, потому что ожидания были очень высокие, может быть, и завышенные от Израиля в плане военной помощи. Я не говорю сейчас про гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь шла с первого дня войны, она продолжает идти, она обширная, она очень ценная. Она, в том числе, направлена на такие темы, как психологическая реабилитация, физическая. То, в чем у Израиля есть колоссальный опыт и даже уникальный опыт. Поэтому это абсолютно бесценная помощь, которую мы оказываем Украине. Но, конечно, со стороны Украины вначале были ожидания в плане военной помощи, эти ожидания не оправдались. Но то, что вначале звучало как критика и как упреки, мне кажется, сегодня уже сошло на нет. Сегодня ситуация более или менее нормальная в наших отношениях, у нас более или менее ровные отношения. И есть уже понимание со стороны Украины, чем можно ожидать от Израиля, а чего нельзя ожидать от Израиля. Есть понимание, что то, что Израиль дает, не менее ценно, чем оружие, не менее ценно, чем ракеты или танки, которые дают Украине разные и другие страны. Таких стран десятки. Израиль не принадлежит к числу этих стран. У Израиля есть четкие красные линии. Я с первого дня войны пытаюсь объяснить, что это за линии, чем они вызваны. Мне кажется, что сегодня в Украине уже хорошо понимают. Те, кто не понимают, наверное, не хочет понимать, что у Израиля есть ограничения. Но в основном и общество украинское, и власть украинская понимает, что у Израиля есть ограничения. Израиль готов помогать в рамках этих ограничений. Вы знаете, у разных стран можно все же о этих красных линиях, может, коротко, но конкретно? Да, конечно. Я думаю, что в Израиле каждый о них знает. Не нужно быть политиком или специалистом политологии, чтобы понимать, что Израиль находится на вершине пороховой бочки, что у нас есть очень серьезные угрозы, с которыми не сталкиваются страны Европы. Мы не принадлежим блоку НАТО. Никто не придет нам на помощь в случае агрессии против Израиля. В нашем случае, если в случае Европы это агрессия теоретическая, в нашем случае это абсолютно реальная ситуация, когда мы в любой момент можем испытать на себе взрыв террора или начало военных действий, как со стороны террористических организаций, Кизбалла, Хамас, так и со стороны Ирана. И это абсолютно реальная ситуация. Мы к ней готовимся. Все наше оружие, которое у нас есть, находится на Страже Израиля, обеспечивает нашу безопасность. В любой момент может быть использовано. Поэтому то, что звучало в начале войны, дайте нам то, дайте нам это, это сошло на нет. И хорошо, что так, потому что это совершенно не серьезный был разговор. А серьезные разговоры ведутся сейчас по разным вопросам. Есть вопросы, которые мы обсуждаем в прессе, есть вопросы, которые мы не обсуждаем в прессе. И я думаю, что это правильно, потому что этот диалог, который вначале начинался очень на высоких и повышенных тонах, было правильно переинвести в такое менее эмоциональное русло. Мне кажется, что нам и удалось это сделать. Ну, насчет эмоциональных тонов, конечно. Я вспоминаю, что посольство Украины в Израиле очень резко высказывалось о, так сказать, своем, высказывало свое разочарование, попытался дипломатично выразиться, да, свое разочарование позиции Израиля. И когда мы пытались на пресс-конференции, говорили, что, послушайте, вот смотрите, там военный госпиталь, израильтяне развернули на границе одни из самых первых. Ну, типа, это мелочи. Все-таки я бы хотел уточнить, на какую все-таки техническую помощь оказывает Израиль Украине, то есть кроме гуманитарной. То есть есть какие-то технические там, система раннего оповещения, вот собирались доставлять там другие системы. Что делаешь? Да, есть вещи, как я сказал, о которых я говорить не могу, но система раннего оповещения была, были сообщения в прессе о том, что Израиль передаст Украине систему раннего оповещения. Насколько я знаю, найдется работа по адаптации этой системы для Украины. Это не так просто, там очень много технических проблем. В Израиле эта система работает прекрасно, но в Украине, чтобы она работала, нужно ее адаптировать под размеры Украины, под угрозы, с которыми сталкивается Украина. Это совсем другие угрозы, это другие ракеты, это баллистические ракеты, сверхглуховые ракеты. Израиль, к счастью, с такими угрозами не сталкивается. Мы сталкиваемся с гораздо более примитивными ракетами. У нас есть возможность защищаться и от других ракет, но все-таки наша система опробована была только в основном в ситуации обстрела вот такими примитивными ракетами, близкого радиуса действия. А в Украине другие совсем угрозы, другие расстояния, поэтому эту систему сейчас адаптируют. Надеюсь, что скоро она заработает, ну, если не по всей Украине, но хотя бы в какой-то части страны. Наверное, поэтому и «Железный купол» не очень подходит для Украины. Да, конечно, «Железный купол». Это сами украинцы признают, что «Железный купол» не подходит Украине, потому что он не может справляться с такими ракетами, с которыми сталкивается Украина, а если и есть какие-то места в приграничной зоне, где бы он мог помочь, то Украина не может себе позволить такую дорогостоящую систему, где каждый запуск ракеты стоит сотни тысяч долларов. Есть гораздо более простые способы защититься, поэтому «Железный купол» сегодня уже вообще не поднимается. И хорошо, что так, но есть другие вопросы, которые обсуждаются, и Украина продолжает просить помощи в разных вопросах и военных тоже. Но сегодня в Украине понимают, что у Израиля есть ограничения. Вот я тогда, когда вы вначале говорили, я вас остановил, потому что я вот хотел отдельно поговорить вот именно о гуманитарной, медицинской, реабилитационной. Я знаю, был центр, создан был. Недавно, по-моему, проводился такой международный саммит по этому поводу, отмена опыта. Потом здесь у нас, по-моему, целая группа раненых бойцов, которые проходят операции, реабилитацию. Вот об этом как раз. Вот сейчас можно... Да, это целая, конечно, колоссальная отдельная тема. Это помощь Израиля в области медицины и реабилитации. С первого дня мы понимали, что это главное направление, по которому мы будем помогать Украине, продолжаем до сих пор. Был полевой госпиталь в районе Львова. Знаете, более 6 тысяч человек там получили помощь. Местные жители, беженцы, которых очень было много в том районе, в начале войны, мы передали Украине медицинское оборудование на несколько миллионов долларов, мы передали лекарства также на довольно серьезные суммы. А кроме этого, действительно, мы принимаем у себя раненых, украинских военных. Это люди с тяжелейшими ранениями, без рук, без ног, которые проходят протезирование в Израиле, проходят реабилитацию в разных израильских больницах. Десятки детей из Украины, которые были приведены в Израиль, это дети с онкологическими заболеваниями в основном, очень тяжелыми заболеваниями, которые проходили лечение в Израиле. И обучение. Мне кажется, что главное вообще направление, которое сегодня абсолютно четко просматривается, это обучение украинских специалистов. И в Израиле прошло обучение уже более 200 специалистов, психологи, социальные работники по работе с посттравмой. Это вообще тема, в которой у Израиля колоссальный опыт и уникальный опыт, наверное, ни у какой другой страны нет такого опыта. Израиль – воюющая страна, Израиль – страна, сталкивающаяся с террором. И те проблемы, с которыми в Израиле справляются, это те же самые проблемы, с которыми Украина сегодня старается справиться. И создавая свою систему психологической реабилитации, физической реабилитации, и в этом Израиль может оказать огромную помощь. Процесс этот не быстрый, это процесс, который займет годы. И мы только начали работать в Украине по этой теме. Это не только государство, Израиль как государство, это еще и наши организации, не NGO, как сказать, не общественные организации. Да, да, да. Организации, которые занимаются оказанием помощи, они очень активно работают в Украине. Недавно был открыт Центр психологической помощи в Киеве с израильской организацией «Коалиция травмы». Есть еще массы организаций, которые помогают самым разным группам населения, потому что для каждой группы населения нужен свой подход и своя модель. Это военные, это члены их семей, это дети, это женщины, которые подверглись насилию. Например, сегодня в Киеве проходит презентация мастер-класса израильского художника и психолога Саши Галецкого, который работает с пожилыми людьми. И это тоже тема, которой никто не занимается сегодня. В Украине, к сожалению, но задачи очень большие и очень много людей, пожилых людей, которые страдают от посттравмы, от стресса, и нужно с ними что-то делать, нужно уметь с ними работать. И это то, чем мы очень активно занимаемся. Передаем наш опыт, обучаем украинских специалистов. Потому что сами, только нашими силами, естественно, мы не можем помочь всем. Поэтому мы обучаем украинских специалистов. В итоге это придется делать им на основе нашего опыта и наших моделей. Михаил, такой менее приятный, так сказать, тема. Мы знаем, что достаточно долгое время Украина, даже уже после начала войны, в Организации Объединенных Наций и в соответствующих там учреждениях ООН нередко голосовала против Израиля. И вот сейчас мы видим, что Верховная Рада рассматривает закон об объявлении Стражей Исламской Революции, ксир иранских, о террористических организациях. Это, в общем-то, такой, судя по всему, дружеский жест в сторону Израиля. Изменилась ли ситуация и, так сказать, с голосованием Украины в различных организациях ООН, подразделениях ООН? Ну, вы знаете, я бы не назвал это дружеским жестом в адрес Израиля. Конечно, Израиль поддерживает инициативу, но сегодня Иран не меньший враг для Украины, чем для Израиля. Сегодня украинцев обстреливают иранскими дронами, которые в огромном количестве передаются России. Поэтому для Украины сегодня Иран – это, безусловно, враг. И вполне естественно, что выдвигаются разные инициативы, как бороться с Ираном, как ограничить влияние Ирана на то, что происходит. Поэтому я не думаю, что это делается для нас. Это не делается в наших интересах, да прежде всего делается в интересах Украины. По поводу голосований в ООН много говорилось, и в том числе я очень много и откровенно абсолютно говорил об этом и руководству Украины, и в прессе. Мы считаем это неприемлемым, поддержку антиизраильских резолюций, особенно в условиях, когда Украина ожидает помощи от Израиля. Это абсолютно неприемлемо, это не может продолжаться. Я рад, что в итоге наше давление имело определенный успех. Я рад, что в последний раз Украина не проголосовала за одну из антиизраильских резолюций, которые обсуждались. Украинский представитель просто вышел из зала в момент голосования, хотя до этого Украина поддерживала эту резолюцию. Но это, конечно, шаг правильного направления, но это не то, с чем мы готовы продолжать так жить дальше. Я считаю, что Украина не может поддерживать антиизраильские резолюции. Должна голосовать в поддержку Израиля, так же, как это делает Израиль, голосуя в 90%. Да, это не 100%, но в 90% Израиль голосует в поддержку Украины. Есть еще одна тема, которой вам приходится сталкиваться, при всем том, что Израиль поддерживает Украину. Но многих в Израиле волнует продолжающаяся героизация пособников нацизма в Украине. И я думал, уже как бы сейчас такой ситуации не до этого, городским властям и так далее, но совсем недавно я читал, вам пришлось мешаться, потому что опять там была попытка переименования к какой-то улице, и вам пришлось даже обращаться к мэру Киева. Вот как вы думаете, почему это происходит? Мы не можем, с одной стороны, вмешиваться внутренние дела с другой стороны, но они же понимают, какая реакция может быть у Израиля. Я от себя добавлю слово, что нам часто пишут наши комментаторы, особенно комментаторы из России, говорят, вот, видите, евреи, вы их поддерживаете, а они вон что делают, у них героизация фашизма, у них бандеровцы, у них там все, а вы их поддерживаете. Ну, вопрос на самом деле несколько более глубокий, более сложный, чем в рамке вашей программы позволяют сейчас обсуждать, и вопрос имеет исторические корни. Ну, скажу так, наш взгляд на такие личности, такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев. Действительно, эти люди поддерживали идеологию нацизма, они хотели видеть в рамках своей борьбы за независимость Украины, они хотели видеть Украину без евреев, так же, как они хотели видеть Украину без поляков, без коммунистов и еще, наверное, много без кого. Но Украина сегодня переживает колоссальную трагедию, Украина подверглась нападению, подверглась агрессии, и Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев. Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев это герои, это герои, которые боролись за независимость. И поэтому мы высказываем свое мнение, однозначно не прячусь и не скрывая свое мнение, потому что это касается нашей общей истории, потому что это касается трагедии Холокоста на территории Украины, и в ряде случаев действительно удается, как в том случае, который вы, Александр, упомянули, удается предотвратить переименование улиц и присвоение им имен Бандеры, но улица Бандеры, к сожалению, существует в разных городах Украины, так же, как и существует за границей. Например, в Соединенных Штатах, если вы возьмете, откройте Google и введете название Бандеры, то и в Соединенных Штатах вы найдете несколько улиц Бандеры. К сожалению, можем ли мы повлиять на этот процесс? Довольно сложно это сделать. Мы можем и обязаны высказывать нашу точку зрения, что мы и делаем. Но я думаю, что остановить этот процесс, если реально смотреть на вещи, сегодня невозможно. И мне кажется, что сегодня нужно неправильно было бы обуславливать нашу поддержку Украины и нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переновывать улицы или перестанет называть героями Бандеры или Бандеру или Мельника, потому что, если реально смотреть на вещи, то это бы, конечно, не произойдет. Михаил, ну и заключение, обычно мы это спрашиваем вначале, но вы, поскольку у нас, вы посол как бы воюющий, посол прифронтовой, поэтому это мы приберегли напоследок. Несколько слов, пожалуйста, о себе, как вы стали дипломатом, где раньше работали. Как становятся дипломатами в Израиле? Ну, это история давняя. Я стал дипломатом больше 20 лет назад, потому что 20 лет работаю в израильском МИДе. Дипломатами становятся просто, поступают на курсы кадетов МИД Израиля. Ну, может быть, это звучит просто, поступить не так просто, действительно, очень большой конкурс. Но для этого не нужно никаких специальных данных. Нужно иметь первую степень академическую, нужно иметь израильское гражданство, отслужить в армии, знать языки, ну, в общем, еще какие-то преимущества. После этого ты поступаешь на курс кадетов, который длится полгода, и потом начинаешь работать в МИДе. Вначале в качестве стажера, потом уже в качестве постоянного сотрудника МИДа. Это ровно то, что я сделал больше 20 лет назад, поступил на курсы в МИД и работал в разных странах. Начинал в Москве, потом работал в Лондоне и был послом в Казахстане. Два года назад, чуть меньше двух лет назад, приехал в Украину в качестве посла. То есть, получается, где-то за полгода до начала войны. Да, я думаю, когда вас перевели в Украину, вы не ожидали, что будет. Ну, я не думаю, что кто-то ожидал. Александр, вы же, наверное, тоже не ожидали. Никто не ожидал. Я соглашаюсь, поскольку я как политолог, я говорю, я думал, могут быть какие-то там столкновения, что будет такая крупномасштабная война, я не ожидал. Поэтому хочется вам пожелать, во-первых, безопасности. Следите за собой, работа, работай. Но вы израильтянин, вы знаете, что такое сирена. У меня друзья, киевляне, которые в свое время были у нас в Израиле и попадали под сирену, они говорят, нам это помогло, мы знаем, как это сейчас работает. И очень хочется, чтобы скорейшее какое-то было решение мирного неба над Украиной, и чтобы у вас была созидательная работа. В общем, мы говорили о гуманитарной помощи, чем о каких-то военных. И спасибо, что вы сегодня были у нас. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, дорогие друзья, с нами был чрезвычайный полномочный посол Государства Израиль в Украине Михаил Бродский. А наша программа подошла к концу, вели ее Александр Цинкер и Александр Гурарье. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова